В ходе рабочей поездки в Алихановский район Акимобласти посетило отдаленные села Кайрат и Кулыколь. Встретился с жителями, ответил на вопросы. В основном сельчане озвучивали проблемы плохих дорог и сотовой связи, отсутствие питьевой воды. Когда решат эти вопросы, расскажем в следующем сюжете. 280 километров от районного, больше 500 от областного центра. Глава региона в селе Кайрат встретился с жителями. Задать свои вопросы, озвучить проблему, приехали и из соседних сел. Мне 62 года, и сколько себя помню, у села Жаскайрат одна и та же проблема и зимой, и летом. Дорога в очень плохом состоянии. Делают ее некачественно, лежат большие камни, которые портят резину. Жалуются жители Жаскайрата и на нехватку зимей для сенокоса. Из-за этого скот держать с каждым годом все труднее. Еще одна проблема – отсутствие интернета и сотовой связи. Я в курсе этой проблемы. Ее надо решать на уровне министерства. Финансирование на это выделяется из республиканского бюджета. Мы будем работать и приложим все усилия, чтобы у вас появилась связь. А проблемы с землями и дорогой решат до конца года. Всего на ремонт полотна в Олихановском районе из областного бюджета выделили свыше миллиарда тенге. Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Новые дороги появятся на участках сел Кишкиниколь-Тельжан, Коктиректо-Спажас-Кайрат-Кайрат и Кулыколь-Каратал. Скоро рассмотрят вопрос проведения питьевой воды в эти села. Скорее всего, есть старые трубы. Мы введем внутри них пластиковые трубы и подведем до колодцев. Оттуда каждый сельчанин может протянуть воду в свой дом. Дефицит питьевой воды – главная проблема жителей села Кулыколя. С ней они обратились с главой региона. Мы не просим чего-то невозможного – питьевую воду. Остальные проблемы можем и сами решить. Но водоснабжение – самый острый вопрос для нас. До конца этого года вода появится в Кулыколе. Кроме того, на следующей неделе появится связь. Станет доступен 3G-интернет. А еще отремонтируют дорогу между селами Каратал и Кулыколь. Полотно там сильно пострадало после паводка прошлого года. А чтобы трагедия не повторилась, возле сел строят дамбу. Процветает села Кулыколь во многом благодаря бизнесу. В числе социально ответственных предпринимателей – Саян Мубарак. Он начал возведение двух молочно-товарных ферм. Для строительства привлек сельчан. А до их досуга открыл спортивный зал с тренажерами и помещением для борьбы. Агири Мукашева, Новости МТРК.